Друзья, привет! С вами Игорь Полтасов. У меня прекрасное настроение. Прямо сейчас я провел интереснейший семинар, прямую трансляцию на ютюбе. Обязательно посмотрите, называется, как, как называется, называется пошаговый план, как начать путешествовать самостоятельно всего через 3 месяца. Мы в течение часа разобрали кучу полезных моментов и в конце я рассказал об интересной возможности, как ускорить этот процесс и гарантированно уехать в свое первое путешествие. Обязательно посмотрите, ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Ну, а мы перейдем к заголовку этого видео. До этого я тоже записывал в видосик два суперинструмента, которые позволят повысить вашу продуктивность и работать вообще здорово. И говорил, что если наберет видео 100 лайков, то я запишу о первичном и главном принципе по вашей личной эффективности. И сегодня видео будет именно про это. Поэтому погнали! Итак, ребят, какими бы вы инструментами не пользовались, какие бы мотивационные тренинги не проходили, все что угодно может умножиться на ноль, если вы не сделали один единственный момент. Значит, чтобы быть продуктивным по-настоящему, вам необходимо видение своего будущего, своей хорошей жизни. Видение. То есть вы должны прозрачно понимать, ради чего вы пытаетесь быть эффективным. Что вы хотите получить от жизни, какое она может быть, что хорошего может в ней происходить. То есть сразу делается вывод, что если вы пессимистически настроенный человек, то никакой высокой продуктивности речи быть не может. Вы будете всю жизнь выживать. Работать от зарплаты к зарплате. Ну, потому что зачем вам хорошо работать? Зачем вам зарабатывать больше денег? Ведь жизнь такая плохая штука. Посмотрите ролик на ютюбе, называется Сэд Ларри. Это как раз ролик про таких людей. Наверняка у вас в окружении такие люди есть или по крайней мере были. Значит, у вас должно быть ожидание хорошей жизни. Как было со мной? Когда я принял решение, что моя жизнь больше не может быть такой плохой, какой она была раньше. А я вам расскажу подробности. Меня выгнали из университета на четвертом курсе, не доучившись. Из-за того, что я сделал фатальную ошибку и записал видосик. Какие все мои преподаватели плохие. И как мне не нравится система образовательская. Вот. У меня были проблемы в отношении с девушками, с моими родителями. Я не зарабатывал. У меня не было какой-то компетенции. У меня не было уверенности в себе. И я еще при всем при этом достаточно стрёмно выглядел. Я был очень худого телосложения и невысокого роста. И я посмотрел вокруг себя и понимаю, что нет. Такая жизнь, ну как бы, очень печально нужна. Что-то менять. И главный вопрос, который я себе задал. Менять на что? Если я знаю, что я не хочу, я не хочу это, 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 это. Я могу пальцы загибать на двух ногах и двух руках. Я не хочу много чего. Но чего же я хочу на самом деле? Если я этого не буду знать, то как я смогу это получить? Я начал перебирать. Я взял ручку, я взял тетрадку и начал писать, писать, писать. И понял, что в принципе я хочу следующее. Я хочу зарабатывать денег столько, чтобы ни в чем себе не отказывать, чтобы покупать все, что я хочу. Я хочу, чтобы работа приносила мне настоящее удовольствие. Чтобы я просыпался и работал, не думая, что это работа. Чтобы я мог в ней развиваться и дальше, обучаться чему-то новому. Я хотел бы, чтобы эта работа была в кайф, чтобы было в удобное для меня время, чтобы в удобном для меня месте мне не нужно было куда-то ездить. И при всем при этом я хотел бы, чтобы работа не занимала много времени, чтобы ее можно было сделать быстро и получить высокий результат. Потом я еще подумал, что я бы хотел путешествовать. Ребят, представьте, парню 20 лет, меня только что выгнали из университета, отвечая на вопрос, чем ты можешь быть полезен людям, что ты умеешь делать, что тебе вообще в принципе в жизни нравится. Мой ответ был молчание, я не мог на него ответить вообще совершенно. И представьте, мне приходят такие мысли, какая бы жизнь не нравилась. И первая реакция, которая у меня возникла, Игорь, ну ты одумайся, ты как бы дурак или что, ты не понимаешь, где ты находишься, что у тебя в жизни происходит, как бы. Ты хотя бы видел в своей жизни человека, у которого это есть, у которого получилось это достать, добыть, да. И ты в своей ситуации об этом мечтаешь. И тут я сделал следующий правильный шаг. Я сказал, Игорь, подожди, так ты думал вчера, таким ты был ранее. Ты же хочешь все поменять, ты хочешь действовать по-другому. Поэтому давай ты не будешь зарубать мечту под корь, давай ты дашь себе шанс, возможность этому немножко прорасти. А там, если это окажется пустой болтовнёй, это отпадёт, это не реализуется и вообще ты про это забудешь. Вот, окей, подумал, а я резонно, правильно, давай так и сделаем. Я начал продолжать вот эти вот мысли. И вы знаете, когда я расписал эту картинку, она была для меня такой вкусной, у меня прямо слюнки текли, я, блин, я так хочу это получить. И ресурсов никаких нету. Я подумал, а что у меня есть, с чем я могу воспользоваться, от чего я могу оттолкнуться. И я понял, что у меня есть время, у меня есть время, я учусь в университете, я могу быстро выполнить эту домашку, которую задают, я могу справиться со всеми активностями и заниматься ещё параллельно в этом. Я могу, по крайней мере, читать книжки, смотреть видосы по этой теме, да, вообще по саморазвитию и двигаться в этом направлении. Я тогда ещё не понимал, какая работа может мне это дать. И вы знаете, именно благодаря такому видению, видению, мышлению, мне удалось однажды найти, определить тот самый шанс, который мне был нужен. Я познакомился с парнем, его зовут Андрей, он мне рассказал, чем он занимается. Он работал в офисе, получал 11 лет назад где-то полторы тысячи долларов в месяц в городе Николаеве. И это огромные деньги, да. Тогда 300 долларов было зарабатывать престижно, понимаете. И этот человек знал английский язык, он был для меня, ну реально, как вот next level, да, следующий уровень. Я очень хотел иметь то, что он имел, да. И он мне рассказал о том, что параллельно со своей работой он ещё и создаёт сайты, там изучает интернет технологии и умеет зарабатывать с этих сайтов, пока пускай небольшие деньги, какие-то копейки. Но в принципе он это делает. Я тут подумал, блин, интересно, можешь мне об этом подробнее рассказать? Мы пришли к нему домой, он показал мне компьютер, там показал, что на тех сайтах, которых мы проводим в своё время, в пустую или с пользы, не важно, люди, организаторы этих сайтов, владельцы, они зарабатывают кровные деньги. И я подумал, подожди, подожди, действительно, столько сайтов в интернете, это же не энтузиасты всё это делают, люди там зарабатывают деньги, они работают на этих сайтах не просто так, все эти тысячи статей, публикации, там форумы эти, модераторы и прочее, всё это держится на чём-то, на деньгах. И он мне рассказал, что есть мир рекламы, мир потребителей, что люди тратят деньги в интернете и с каждым годом всё больше и больше. И у меня открылись глаза, я понял, что вот оно, то самое направление, где если я буду достаточно умён и быстр и опытен, то эта деятельность может позволить мне реализовать все свои мечты, о которых я думал ранее. И, ребят, с этого момента во мне проснулась такая мотивация, которая не была никогда мне до этого доступна. Я ложился с мыслями о работе, да, о том, что я хочу завтра изучить. План на день мне приходил вот уже автоматически. Я просыпался, первое дело открывал компьютер, но уже не лез в компьютерные игры. Я открывал там поисковик и вбивал информацию, искал, что я нового могу сегодня изучить. Я прям какие-то архивы информации собирал, всё это обрабатывал, находил здравое зерно. И хотя у меня не было никакого стартового опыта, капитала, я смог в этой сфере продержаться достаточно долгое время, чтобы разобраться, набраться опыта и понять, где на самом деле лежат деньги. Как я могу зарабатывать, где лежит разница между мною, человеком, который зарабатывает много денег в интернете и людьми, которые хотят, но у них это не получается. В ходе всего этого я разобрался и у меня получилось. Опять-таки у меня получилось не сразу. Ребят, у меня прошло 3 года интенсивной работы в состоянии, когда ты хочешь работать. Ты не спрашиваешь, ты не ждёшь пинка под зад или что кто-то тебя будет мотивировать. Ты сам уже замотивирован, ты сам каждый день что-то делаешь. И у меня прошло 3 года, чтобы у меня получился хороший результат. Хороший результат это то, о чём я мечтал. Любимое дело зарабатывать столько денег, чтобы ты не успевал эти деньги тратить, работать 2 часа в день и при этом путешествовать. Так начались мои путешествия. 6 лет назад я побывал в Египте, в Израиле, на Кипре, в Таиланде, Филиппины, Китай, Камбоджа, Непал, Япония, Мальдивы, Сингапур, Индонезия, Малайзия и 26 стран суммарных. Сейчас я уже путешествую со своей семьёй, с Донной, супругой из Индонезии, с моим замечательным сыном, которого зовут Джой, которому полтора годика. Мы сейчас находимся во Вьетнаме, где я записывал вам это видео. Я счастлив. Я по-настоящему счастлив, потому что моя мечта сбылась. Это не значит, что дальше жизнь будет только радужная, только хорошая и цель закрыта. Нет. Та мечта, то, о чём я мечтал, это стало для меня нормой. И чтобы мне получать больше удовольствия от жизни, чтобы мне снова быть радостным, мне нужно новое видение. То есть вы достигаете чего-то, что вы очень сильно хотите, и вам нужно новое видение. Без этого нового видения вы снова будете в депрессии, у вас снова будут опускаться руки, и вы будете находиться в этой прокрастинации. Поэтому то, что вы можете сделать сейчас, самое полезное для того, чтобы у вас поднялись руки, вы с удовольствием работали в любом направлении. Даже если вы сейчас работу свою не любите, но если вы увидите способы, как вы с помощью неё можете достигнуть своих целей и мечт, вы эту работу полюбите. И вам домашнее задание на сегодня. Возьмите ручку, блокнотик, желательно всё это в физическом формате, не на телефоне, не на компьютере, и пропишите максимально подробно. Чем подробнее, тем лучше. Какую жизнь вы хотите получить, какое видение идеальное в вашей жизни. Только, пожалуйста, не задействуйте фильтры на этом этапе. Не говорите себе, что нет, это нереально, или нет, мне не позволит это кто-то сделать, да, или в этой стране это невозможно, или я ещё не видел людей, которые могли бы это получить. Последуйте моему примеру. Дайте высказаться себе, да, что у вас наболело, и запишите это всё на бумаге, не цензурируя. Потом дайте пройти времени прорасти этому зерну и посмотрите, что из этого получится. В худшем случае всё останется как было, вы ничего не потеряете. Времени у вас всегда достаточно. Вы смотрите сериалы, вы ходите в кино, вы разговариваете с людьми по телефону, вы чистите зубы, ходите в туалет, кушаете, у вас время есть. Уделите этому час времени, это очень важно. Я уверен, что очень высокая вероятность, очень высокая вероятность, что ваша жизнь поменяется. Вот. Ребят, сделайте это упражнение, потом обязательно напишите в комментариях, да, вкратце, что бы вы хотели, это будет подсказка для других людей, да, если они прям, ну вообще уже не знают, что даже можно написать, что можно хотеть, да, их так жизнь затюркала, да, и соц он тащит назад. Напишите, что вы хотите, и пройдёт какое-то время, 3 дня, неделя, месяц, вы обязательно почувствуете изменения в своей жизни. Поделитесь этими изменениями, тогда люди, которые снова посмотрят это видео, прочитают ваши комментарии, и это будет для них хорошим стимулом сделать это упражнение тоже. Вот. Если это видео было для вас полезным, поставьте обязательно лайк этому видео, сделайте репост, отправьте своему другу, который нуждается в помощи, своему близкому человеку, или хотя бы просто разместите в своей социальной сети, людям это реально может быть очень полезно. Я бы, не знаю, очень был бы признателен в своё время посмотреть такой видосик. С вами был Игорь Полтавцев, подписывайтесь на канал, здесь будет много чего интересного, и до встречи с вами в новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!